Мы победили! Молодые, талантливые и целеустремленные, но главное умные. Все это об оренбургских студентах. Лучшие обучающиеся вузов региона готовы покорять интеллектуальный Олимп. 200 человек приняли участие в IQPFO, умственном поединке. Победу на уровне области одержали 18 человек. Именно они и отправятся на финал в Саранске. Для них это станет третьим этапом соревнований. Ребята вкладывают немало сил, чтобы доказать, что достойны быть лучшими. На базе нашего вуза оригинальный этап проходил достаточно весело. Я скажу так. Потому что некоторые команды не понимали сути игры. Но, собственно, были сильные ребята. Ожидаю от Саранска того, что ребята будут посильнее. Готовились. Поэтому ожидаю победы. Только победа. Олимпиада среди студентов ПФО проходит уже в восьмой раз. Многие участвуют в ней не впервые. Настрой позитивный. Но цель не только победить и стать первыми. Одна из задач, которую студенты ставят перед собой – поделиться своим опытом и подчеркнуть что-то полезное в знаниях своих соперников. Производительские поединки позволяют быстро ориентироваться в тех или иных стрессах ситуации, которые возникают в жизни. То есть там берутся ситуации, с которыми человек может столкнуться каждый день. И благодаря этим играм ты закаляешься и развиваешь гибкость своего мышления. В хорошем результате не сомневаются и в региональном департаменте молодежной политики. Уверены, что участие в подобных олимпиадах поможет ребятам повысить свой, в том числе и профессиональный уровень. Конечно, чтобы они становились, их признавали лучшими. Они же учатся, они набираются опыта, они занимаются программированием, они занимаются робототехникой. Конечно, каждый хочет, чтобы те наработки, которые они достигли, чтобы в конце концов они были признаны, получили где-то грамоты, где-то только признание. В окружном этапе участие примут 14 команд из каждого региона Приволжского федерального округа. Битва умов продлится до 25 марта. Алена Круглова, Семен Воробьев. Новости дня.